Все центрально-азиатские страны принципиально проводят политику многовекторности. То есть они готовы одинаково дружить или одинаково дистанцироваться от всех великих держав. Где-то это хорошо для этих великих держав, потому что мы прекрасно понимаем, что никто из центрально-азиатских держав не хочет отдавать контрольного пакета над собой никому. Это просто вопрос получения помощи. Если вы отдаёте контрольный пакет над собой, то вы ограничиваете себя в возможности получать помощь со всех других сторон. И это было всегда такое главное желание всех центрально-азиатских государств. С другой стороны, это создаёт определённые сложности. Прежде всего, для политики Москвы. Потому что действительно в такой многовекторной ситуации очень сложно действовать. И даже страны, которые официально являются союзниками России, в данном случае по ДКБ, например, это официальный военный союз, в случае голосования в ООН по украинской проблеме и так далее, голосовали не как Россия, а как Китай, скажем. Или просто не голосовали. Что одно и то же, потому что Китай воздерживался. Дальше, значит, именно, наверное, потому что это так называемый «Хартленд», куда действительно привлечено внимание многих глобальных игроков. Правда, внимание это со временем меняется, характер этого внимания. Если мы сейчас посмотрим на то, каков интерес, например, к Центральной Азии и Западу, то во многих отношениях он снизился. Я знаю, что некоторые коллеги со мной не согласятся, но вот некоторые объективные показатели показывают, что он снизился. Он может повыситься в будущем, но сейчас он снизился. Почему он снизился? Потому что нынешнее руководство США очень хочет уйти из Афганистана, а Центральную Азию они воспринимают в этом контексте. Оставшийся фон внимания Центральной Азии со стороны США, он сейчас связан с украинской проблемой. Есть проблемы усиления противостояния по линии России и США на постсоветском пространстве. Что касается Евросоюза, то, в общем, я даже недавно общался с представителями нового председателя следующего. Они говорили, что они увеличат внимание Центральной Азии, они увеличат внимание Центральной Азии. Но там скорее такие, я бы сказал, шкурные интересы Латвии. Дело в том, что просто путь транспортировки, северный маршрут, проходит через латвийский порт Риги. Они хотят трансформировать этот порт из порта военного в порт коммерческий. То есть вот эти вот грузы. То есть речь здесь идет прежде всего о коммерческом интересе Латвии и условиях экономического кризиса. Я не думаю, что Латвия что-то больше сумеет, так сказать, продавить через Европейский Союз. Вообще в Европейском Союзе есть очень большой страх к региону. Проблемы с демократизацией в Центральной Азии, они очень больно, так сказать, бьют по тем ценностям, которые исповедует Евросоюз.